Местные туда же фильмы снимают Они построили вот это все Поезд беспилотный Шесть, я только что увидел робота Ни хал Смотрите, как все толкаются А мы, в принципе, невозможно Даже если вообще увидели эту толку На первый взгляд может показаться, что я нахожусь в каком-то аэропорту Отеле или еще где-либо Но нет, друзья, добро пожаловать в Шэньчжэньское метро Эта станция называется Ганься Норс То есть северная станция Ганься И вы просто посмотрите на это отверстие, которое они здесь сделали Станция выглядит суперсовременно И сегодня я хочу прогуляться по ней Посмотреть, что китайцы настроили За последние несколько лет существования этого метро Какие здесь новейшие технологии были использованы Мы посмотрим эту станцию Посмотрим станцию Универсиада Которая тоже жутко красивая Конечно же прокатимся на местных поездах в час пик Чтобы посмотреть, справляется ли эта суперсовременная система С, собственно говоря, нужными китайцев Хватает ли всех этих поездов, всех этих больших пространств Да, пространства единственное большие Посмотрите, сколько здесь места Но хватает ли этого места на то количество китайцев, которые здесь живет Так, и сразу же сталкиваемся лицом к лицу с запретами Никакой растяжки Если вы хотели сделать растяжку на этой деревянной, но на самом деле пластиковой опоре То нельзя, потому что есть шанс, что вы выпадете На самом деле поражен Я просто в шоке За свою жизнь я пробовал разное количество метро в разных городах Я бывал в лондонской подземке, в Нью-Йорке, в Чикаго В Москве пробовал метро, конечно же Но то, что я увидел здесь, в Китае Это просто поражает У меня на самом деле пока что нет слов Сейчас я уже более-менее могу описать свои чувства Но когда я первый раз приехал в Китай И первый раз увидел, на что способны эти люди Что они могут построить Буквально из ничего за несколько лет Это просто низкий поклон Эта станция настолько красивая, что местные туда же фильмы снимают Все выглядит, как какая-то съемочная площадка И здесь большое количество людей с камерами, с микрофонами Похоже, они снимают какой-то серьезный проект Возможно, даже фильм Шенчжен – это суперновый город Ему там в районе 40-50 лет И что интересно, метро здесь начали строить только в 2004 году То есть в 2004 году они проложили вот эту вот первую зеленую ветку Которая там была вначале короткой После этого до 2010 года вроде было всего лишь две ветки метро И вот с 2010, то есть за 13 лет Вы представляете, за 13 лет они построили вот это все За 13 лет шенчженское метро стало четвертым в мире По протяженности путей То самое интересное в списке самых протяженных линий метро во всем мире Первые 9 строчек занимают метрополитен в Китае Это Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и остальные крупные города И только на 10 месте идет Москва Потом Нью-Йорк и Лондон Ну что, поехали на станцию универсиада Я видел ее фотографию в интернете Это просто тоже какой-то взрыв мозга Она трехэтажная, там тоже огромное количество разных прикольных мест Подсветка, в общем, давайте прыгнем на какой-нибудь поезд и отправимся прямо туда Я запрыгнул в один из этих поездов Он выглядит современно Посмотрите, китайцы сидят в своих телефонах Самое прикольное здесь не то, как он выглядит А то, что можно наблюдать из окон этого самого поезда Сейчас я вам покажу Обратите внимание, поезд беспилотный Вот этот человек, который здесь сидит У него нет никакой приборной панели, никаких рычажков Он просто смотрит на дорогу И мы тоже с вами имеем возможность смотреть на дорогу Потому что у этого поезда нет кабины Нет какого-либо пульта управления То есть он полностью управляется на электронике Едет, в общем-то, самостоятельно Выглядит это завораживающе Оп, а вот и наши станции И я приехал на станцию Универсиада Здесь пересекаются сразу три ветки Поэтому просто посмотрите на это Насколько же она огромная Если подняться наверх, там будет выход на третью ветку А вот здесь получается переход на ветку номер 14 И в ту сторону переход на ветку номер 16 Помимо ее размеров и того, насколько футуристично выглядит эта станция Поражает и то, насколько здесь чисто То есть, как вы можете заметить Нет никакого мусора на полу Нет спящих бомжей Что очень характерно для метро Тоже Москвы В особенности метро Нью-Йорка Только что заметил робота Там только что прополз робот Сейчас мы пойдем его найдем Шесть! Я только что видел робота Да, вон он Чуваки, это будущее Будущее наступило И оно уже находится здесь в Китае Пойдемте поприветствуем нашего механического товарища Вон он Стой, дружище Насколько я знаю Он умеет отвечать на команды Но только на китайском Давайте попробуем его приветствовать Ни хал Ни хушуа ингюйма Кажется, он не говорит по-английски Может, он говорит по-русски В будущем, вы планируете поставить робота в метро, чтобы помочь людям? Да, помочь людям А, и он сделает по-русски А, это будущий Это будущий инновационный И вы можете поговорить с ним? Да, мне пришлось привлечь перевозчика на помощь, чтобы пообщаться с роботом Потому что, как выяснилось, он не говорит ни по-русски, ни по-английски Но зато понимает китайские команды На самом деле, эта технология еще тестируется То есть, в будущем они планируют запустить роботов на каждой станции Чтобы, если вдруг человек потерялся, он мог подойти к этому роботу И спросить у него дорогу И тот, собственно, ответит Да, представьте, вот какая-нибудь бабушка С пакетами всяких сладостей Едет своим внуком Она потерялась вот в этой вот системе Которую здесь понастроили И вот такой вот робот, да, вполне может спасти ситуацию Вполне может сказать бабушке Что нужно пройти прямо до эскалатора И там сделать переход на следующую станцию Я хожу здесь уже просто минут 20 И не перестаю поражаться Как же все круто сделано Особенно мне нравится вот это вот солнечное окно То есть, ну, все представляют метро Как такую подземку Как будто чистилище, куда ты спускаешься И там просто куча людей с недовольными лицами И нет никакого солнечного света Здесь, в Китае, они тоже решили эту проблему Они знают об этой проблеме, как минимум И они ее решили вот таким вот солнечным окном Можно выйти на солнце И, ну, даже позагорать в метро, да Почему бы и нет Так вот встать и позагорать здесь Пахнет здесь очень свежо Потому что метро, это было построено в 2004 году Метро Шенжене начали строить в 2004 году А эта станция, я думаю, была построена года 2-3 назад В отличие от того же метро Нью-Йорка Я не знаю, бывали вы там или нет Может быть, вы видели в каких-нибудь видео Где бомжи, крысы бегают по людям Большое количество психов, каких-то сумасшедших Которые там спят в этом метро Да, конечно, можете сказать, что метро Нью-Йорка круглосуточное И они просто не успевают там все подчищать За огромным количеством людей, которые им пользуются Но на это я вам отвечу, что проезд в Нью-Йоркском метро стоит 2 доллара 70 центов Когда проезд здесь стоит 5 юаней Как мне нравятся вот эти неоновые подсветочки Я так понимаю, это какая-то система вентиляции За этим здесь все эти дырки Но вот зачем именно нужен неон Я не могу догадаться Но создает он очень классную атмосферу Атмосферу, знаете, другого метро Не того метро, к которому мы все привыкли Которое ассоциируется с чем-то, знаете, каким-то темным подземельем Там, где вечно недовольные люди с кислыми минами Здесь же это транспортный хаб Для того, чтобы человек мог с комфортом добраться до своего рабочего места За то время, пока он едет, не потерять своего позитивного настроя И давайте быстренько взглянем на инфраструктуру Ну, как вы можете заметить, здесь раздельный сбор мусора Сюда, я так понимаю, сбрасывается то, что не перерабатывается Сюда сбрасывается то, что можно переработать Есть какие-то зонтики Не уверен, что ими можно просто так пользоваться Скорее всего, их можно арендовать Да, там вот ключница Но, блин, где вы вообще видели, чтобы в метро Можно было взять в аренду зонтик Каждая станция оборудована бутылкой воды и медицинским комплектом Что тоже суперудобно и, по сути, сделано для людей Так как в метро Москвы, когда я там жил Случалось видеть людей, которым вдруг ни с того ни с сего становилось плохо Здесь же все предусмотрено То есть никаких медицинских работников вызывать не надо Аптечка уже есть прямо здесь, в здании Здесь вы можете сразу же воспользоваться лифтом для инвалидов Туалетом, детской комнатой Да, это все есть в метро Причем на каждой станции То есть каждая станция оборудована бесплатным туалетом Бесплатной комнатой для матери и ребенка Сервисом для людей с ограниченными способностями Вот, как вы можете заметить, сразу же есть лифт То есть каждая станция оборудована лифтом Если вдруг вы не можете самостоятельно пользоваться эскалатором или лестницами Пожалуйста, есть лифт с коляской, на коляске, с чемоданом, с чем угодно Можно запросто подняться Ну и давайте посмотрим на местные турникеты Как вы можете заметить, они оборудованы системой распознавания лиц Сейчас проверим Но меня оно не распознает, потому что я не китаец А, вот Да, если бы я был китайцем, возможно, эта машина бы меня узнала Вот как этого человека, например Нет, он открыл турникет с помощью телефона Да, в основном все пользуются телефоном То есть ты открываешь приложение Alipay Прикладываешь его и турникет открывается Но мне нужно выходить на другой станции Поэтому сейчас я этим пользоваться не буду Но все равно, даже посмотрите на турникеты Здесь тоже вот какая-то есть подсветочка Какой-то возврат билета Вот этот сканер Сканер лица Посмотрите, в каждом сканере там еще три камеры Фонарики То есть просто какое же количество технологий В одном этом турникете И, естественно, для безопасности людей И для контроля над ними На выходе из каждого турникета висит огромное количество камер Вот здесь две Плюс камеры в каждом из турникетов И так, если оглядеться вокруг Вот там еще камеры висят Ну и, короче, если постараться пересчитать все камеры на этой станции То легче звезды на небе пересчитать С этого ракурса лучше всего можно оценить размеры этой станции Насколько же она огромная и грандиозная Но здесь есть еще и третий этаж На третьем этаже располагается переход на следующую станцию Собственно, им не нужно воспользоваться Я минут 30 здесь проходил Просто поражаюсь местным размахом Тем, как китайцы выстроили вот это метро для своих граждан Чтобы те каждый день могли радоваться, пока им пользовались Очень классно, что большая часть веток метро Пролегает над городом Не по земле, а над землей Поэтому, когда ты едешь на метро Есть еще возможность понаблюдать за городом То есть прямо как на трамвае Но только на очень быстром трамвае Который едет через... Прямо над машинами, над дорогами То есть минуя все возможные пробки Все возможные проблемы с трафиком И вот с таким вот красивым видом На зеленый и цветущий Шэнджэнь Естественно, каждый вход в поезд Оборудован дополнительными воротами Чтобы люди не прыгали с перрона под поезд На рельсе И также, что вот мне супер понравилось Специальные вагоны для женщин Притом, это, конечно, никак не контролируется Но просто, как вы знаете, знак внимания Очень интересно Ну что, друзья, пришло время проверить Как выглядит китайская метро в часы пик Как вы можете заметить, с моей спиной уже огромное количество китайцев Кто-то из них спешит на работу Кто-то спешит по своим делам И все они пользуются вот этим вот местным Суперсовременным футуристичным метром И пришло время проверить, как оно выглядит в час пик Давайте погружаться Причем, вот очень странный момент Для подъема из метро Эскалатор предусмотрен, а вот для спуска его как бы нету Обратите внимание, какое количество ступенек нужно пройти Чтобы спуститься в метро Кто-то там говорил, что китайское метро суперсовременное Могут посмотреть на вот эти вот бесконечные очереди На то, как люди забиваются битком в поезда То есть, да, инфраструктура, конечно Само качество отделки Это новое метро, оно супер качественное В этом нет сомнений Но организованно оно все равно плохо Можете заметить, ну, типа, вот Мне нужно сейчас в эту сторону поехать, да До станции Сили Вот это вот И, ну, я так понимаю, я буду ждать двух поезда Вот видите, поезд переезжает полный И еще столько же людей здесь стоит Еще на один полный поезд То есть, мне придется ждать еще следующего Когда мне подсказывают, я сегодня вообще никуда не уеду Понавешали этих телевизоров Систему вентиляции Камеры на каждом окне Но банально сделать станцию больше И подвезти больше поездов Чтобы люди могли уехать И они не смогли Ну, и вот, как вы можете заметить Что здесь происходит Еще одна пачка людей приехала И мы все так же стоим в ожидании Когда же там будет поезд С достаточным количеством мест Чтобы все мы влезли Да, то есть, тут же второй поезд Который я пропускаю За где-то последние 5-6 минут То есть, поезд примерно в 3 минуты приезжает Чего, естественно, недостаточно Ну что, третий поезд Третий поезд приехал Все так же, тут чувак орет свой граммофон Что, типа, не толпитесь Ну, а как здесь можно не толпиться Если просто банально на всех не хватает Длин, это огромную кучу людей То есть, куча людей не уменьшается Хотя, поезда приехают, ну, кажется, там 2-3 минуты Потому что слишком много людей И слишком маленькая станция Ну, все, похоже, в этот раз мы заходим Потому что приехал полупустой поезд Кажется, это наш танц То есть, люди как-то толкаются А это к тому, насколько вообще китайцы организованы К тому, насколько у них тут все круто В этом плане Да, возможно, все дело в том Что следующая станция Это местный очень большой вокзал Поэтому здесь так много людей Но в любом случае Даже сейчас, пока мы ехали Из-за того, что пришлось, видимо, высылать много поездов Поезд остановился в туннеле Вот, и радуюсь, что хотя бы паника не началась Потому что оно здесь все забито просто битком И вот сейчас, походу, мы приехали Посмотрим, как они будут выходить Опа Там идти, в принципе, невозможно Даже если вы сильно этого захотите Сейчас, по-моему, выехали из туннеля За окном сразу же красивые пейзажи начались Какая-то зелень И я изначально думал, что так много людей Потому что там следующая станция была станция с железнодорожным вокзалом Но, как вы можете заметить Мы проехали уже около пяти остановок И людей меньше вообще не стало Скорее всего, стало даже больше Не знаю как, но китайцы умещаются таким образом Что вот, если еще плюс один человек Мне кажется, мы бы уже не влезли Все, наконец-таки моя станция Жесть, вообще, вы видели этот толпун? Я не знаю, как я там доехал Помните, у меня просто начало перехватывать дыхание И... Ну, все нормально, короче, в принципе В принципе, так можно так ездить Среди на всех этих людей Кто-то, возможно, использует метро каждый день И сталкивается с такими трудностями каждое утро Ну, в целом, доехали довольно быстро По карте, конечно, показывало, что займется 22 минуты Но, я думаю, 22 минуты я только ждал своего коезда Пока там люди заходили, выходили передо мной Ну и, конечно, по старой китайской традиции Ты выбираешься из одной очереди И тут же попадаешь в другую Охренеть! Честно, я готов простить вот эту толпу И все препятствия, с которыми сейчас столкнулся Чисто из-за вида, которые сейчас наблюдаю вокруг Выйти с этой станции Просто... Блин, ну тут даже магазин Bentley есть Ну, серьезно Смотрите, сколько тут небоскребов вокруг Да, я приехал в даунтаун Шенчженья Чтобы посмотреть на красивые небоскребы Подышать воздухом эти офисных работников И заодно оценить чистоту станции снаружи Получилось забавно На протяжении всего видео я вам рассказывал Какое же классное и технологичное метро Шенчженья А потом просто попал в полный вагон полный пот на китайцев И могло показаться, что мне что-то не понравилось Но час пик он на той час пик Он случается в любом метрополитене любого города И, как мне кажется, в моменте, когда всем резко нужно куда-то поехать Его просто... эту проблему нельзя решить Даже используя самые современные и самые клевые технологии И после моей экспертной оценки Как самого главного эксперта в метрополитене любого города Я могу сказать, что... Ну, вот молодцы китайцы Я даже не удивлен, знаете Я и не ожидал увидеть здесь никакого мусора И не ожидал увидеть никаких бомжей Все сделано на отлично И если вам тоже понравилось метро Шенчженья И мое видео в том числе То не забывайте поставить лайк И до скорой встречи!